Сентябрь для детей, прибывающих в образовательных учреждениях Краснокамского района, прошел под девизом «Знания юных Отечества слава». Мероприятия, проводимые в это время, предназначались на воспитание познавательного интереса к учебным предметам, чувство долга перед страной, обществом и родителями. А в октябре мероприятия были посвящены Дню Республики и Дню Учителя. Каждый месяц по отдельной тематике имеется в виду. Вот в ноябре такие мероприятия посвящены Дню Единства. На базе нашей Николаевской школы сегодня проходит учеба лидеров наших детских, молодежных организаций, заместителей директоров школы района. Меня администрация образования пригласила на встречу с детьми общественного района. Я с удовольствием пришел, встретился, несколько слов сказал про свою юность, где я учился, где служил и в этом плане. Ну, смысл, самый нормальный, это самый смысл этих мероприятий, как было сказано в выступлении руководителя отдела образования, значит, Александра Чекорбачева, с первых дней детей должны знать вот это понятие единства, которое оно дает силу. Мероприятие, проводимое в октябре, основывается на вопросе толерантности. Главной целью организаторы ставят воспитывание чувства национальной гордости и патриотизма, бережного отношения к природе, уважительного отношения к профессии учителя. Единство и сплоченность краснокамцев проявилось и в ликвидации чрезвычайной ситуации в селе Кориево, когда на конкретном примере можно было вести беседу с детьми. Вот у нас в школе каждый месяц объявляется, под каким-то девизом идет, да, вот у нас ноябрь, посвящен Дню народного единства и здоровому образу жизни. Действительно, на себе мы ощутили то, что в единстве сила. Одни мы бы наверняка, может быть, даже кто-то и не справился бы с этой проблемой, кто-то долго бы справлялся с этой проблемой. А вот сообща, как говорится, школа, село, район, город, республика и даже страна, мы преодолели эти трудности. Большое всем спасибо. Спорт и здоровый образ жизни также ни на минуту не остается без внимания. Учителя надеются, что у детей таким образом проявится привычка к систематическим занятиям физкультуры и спорта. Также в Николоберезовской школе прошла учеба лидеров под названием «Семь навыков успешных людей». Занятие проводил активный общественный деятель и предприниматель Дмитрий Бикушев. Если есть спрос, есть и предложение, как только возникает такого рода предложение, я стараюсь поучаствовать в этих лекциях, поделиться знаниями с детьми на ту или иную тему. В данный момент, я считаю, самое интересное время у меня настает с ними, потому что они подрастают, интересуются, доверяют мне, и мы с ними постоянно в общении. По его словам, лидером можно назвать того человека, который сам выбирает, как реагировать на определенную сложившуюся ситуацию. Это такая личность, которая сама несет ответственность за свои поступки и придерживается активной жизненной позиции. Я состою в школьном молодежном объединении «Молодая гвардия» и возглавляю сектор журналистов и обозревателей. На учебу лидеров я приезжаю уже четвертый раз и каждый раз учусь чему-то новому. Я считаю, что данное мероприятие очень важно, ведь именно здесь мы учимся правильно организовывать мероприятия, принимать активное участие в жизни школы и развивать в себе лидерские качества. В нашей школе пионеров 52, а юных пионеров 16. Каждый месяц мы проводим сборы, посвященные 70-летию победы Великой Отечественной войне. Каждую неделю по средам мы, пионеры, хотим помогать бабушкам, дедушкам, которые нуждаются в нашей помощи. На учебу лидеров мы ходим регулярно. И каждый раз мы получаем новые навыки и знания, и используем их в работе в школе. В Николоберезовской школе также прошло районное методическое объединение учителей русского языка и литературы. Педагоги делились опытом и размышляли, как сформировать читательские интересы у учащихся. Немаловажным в этом плане остается использование на уроках современных информационных технологий и интернет-ресурсов. На заседании показывали открытые уроки, вне классные мероприятия, рассматривались и вопросы организации работы по подготовке к ЕГЭ. В этом году произошли небольшие изменения по проведению и сдачи единого государственного экзамена. Поэтому в первую очередь учителя будут рассматривать вот эти вопросы. Это сдача итогового сочинения. Эльмира Аляддинова, Андрей Филиппов, Вероника Перминова. Программа «День за днем». Программа «День за днем».